Автоматизация и роботизация содействуют развитию производства и благодаря им выпускается множество современных товаров. Но они не могут заменить изделия ручной работы, в которых есть тепло души и они так много говорят сердцу. Народные умельцы представили свои работы в городском Доме культуры. Кладовая ремесел – так называлось мероприятие, посвященное Дню дружбы и единения славян, которая убедительно продемонстрировала богатую палитру славянских мастеров декоративно-прикладного искусства. На выставке их работ, развернутой в фойе, можно было увидеть изделия, выполненные в самых разнообразных техниках. Анатолий Строчкин давно уже выбрал дерево как лучший материал для творчества. Особенно ему нравится липа за мягкость и пластичность, но и другую древесину он тоже использует. Обычно легкий – это липа, обычный поделочный материал, это удобно, ну если на заказ только, можно из любого на заказ. А фактурная тема и любимая – это славянство, это наши корни, это история. В казачьей мастерской юные жители хутора Сербин получают важные навыки в декоративно-прикладном творчестве. Детям привить любовь к работе, любовь к дереву, любовь к своим изделиям. Многие детки делают изделия своими руками, конечно, при моей помощи, свои фантазии включают. И что самое интересное и радостное, они свои поделки забирают и дают своим родителям. Интерес к тому, что можно сделать своими руками, у детворы огромный. Надо было видеть, как они окружили гончара и смотрели, не отрывая глаз, на то, как он изготавливал на гончарном круге небольшой горшочек. Сначала мы отцентровали, потом нашли неподвижную точку вращения, это уже законы физики. В малом зале Дома культуры преподаватели Краснодарского краевого колледжа культуры выставили свои работы, а также провели мастер-классы по художественной керамике, росписи по дереву, вышивке. У прекрасных педагогов с радостью учились их мастерству не только дети, но и взрослые славянцы. Очень большой интерес вызвал мастер-класс заслуженного работника культуры Кубани, преподавателя высшей категории Любови Чизгановой по художественной росписи тканей. В чем заключается техника эта? Потому что она непредсказуемая. Потому что каждый художник, выполняя одну и ту же работу, повторяя ее, он ее никогда не может повторить. И горячий батик ведет себя перекрытием парафином непредсказуемо даже, потому что каждая краска, попадая под парафин, она имеет другой цвет. Вот и все. Работы у нас запариваются потом, их можно вешать, можно носить. Учащиеся Славянской художественной школы ловили каждое слово опытного педагога и четко следовали ее указаниям, стараясь освоить непростое искусство росписи ткани. Мне всегда хотелось научиться рисовать на батике. С детства я мечтаю стать дизайнером и получить диплом, что я закончила художественную школу. И я думаю, что мне пригодится роспись на батике. Мне нравится, как она объясняет. Она очень хороший педагог. Мне очень нравится эта техника, потому что там можно применить разные цвета, краски. Кладовая ремесел оказалась очень богатой на таланты и запомнится всем ее участникам своей творческой атмосферой. Лучшие мастера декоративно-прикладного искусства были отмечены благодарственными письмами. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.